Сегодня объектом нашей туристической заинтересованности становится не до конца разгаданный газовый гигант Сатурн. Эта планета очень похожа на своего ближайшего соседа громадного Юпитера. Она также стремительно вращается. Сатурнианские сутки составляют чуть более 10 земных. Размеры Сатурна незначительно меньше, нежели у Юпитера. Если точнее, то на 20 тысяч километров в диаметре. Окольцованная планета тоже обладает сильнейшим магнитным полем и значительно деформирована у полюсов, поэтому имеет форму эллипса. Что же увидит космический турист, приближаясь к Сатурну? Мы попытаемся заглянуть за земной горизонт, чтобы увидеть больше и дальше. Громадный газовый шар диаметром 120 тысяч километров облетает Солнце за 30 земных лет. Во-первых, конечно, знаменитые кольца. Целая система колец, опоясывающая громадную планету, при ближайшем рассмотрении оказывается мириадами разнородных обломков из льда размером от 10 метров. Ширина же этого беспрерывного пояса составляет 65 тысяч километров. То есть теоретически по нему может беспрепятственно катиться Земля. Сама планета — это громадный океан, состоящий из водорода и гелия, поэтому по поверхности Сатурна можно разве что плыть. Но внутренняя активность планеты сильно разогревает Титанический океан. Это значит, в случае, если землянин, естественно, в специальном костюме или сверхмощном батискафе решит заняться сатурнианским дайвингом, то ему следует учесть, что температура с каждым километром будет заметно увеличиваться. И, например, на глубине 60 тысяч километров составит около 10 тысяч градусов Цельсия. Вообще не стоит удивляться нереальным масштабам и цифрам. На Сатурне все объекты огромных размеров. Даже его ядро в 9 раз больше, чем вся наша планета. Если космический турист решит посетить сатурнианский Северный полюс, то сможет насладиться зрелищем невиданного урагана размером с Землю, дующего тысячи лет, которые по аналогии с епитерианским вихрем назвали большим коричневым пятном. Определенно, затишья на Сатурне ожидать не приходится. В атмосферных слоях тысячекилометровой толщины ветры дуются скоростью до 500 метров в секунду. Погоды на планете крайне неблагоприятны. Средняя температура верхней границы облаков – около 120 градусов Цельсия, да и на поверхности вряд ли намного теплее. А вот смена времен года на Сатурне похожа на земную, поскольку наклон оси у планет почти совпадает. Правда, непонятно, каким образом это проявляется. Может быть, там идут гелевые осенние дожди? А зимой по чудовищному океану планетарного масштаба дрейфуют льдины из замерзшего металлического водорода? Когда первый турист проведет там свой отпуск, тогда и узнаем. Знакомый для землянина солнечный блеск недоступен на Сатурне. Там путешественник увидит родную звезду в лучшем случае в виде одной из маленьких звездочек, усеивающих горизонт. Ведь расстояние от Сатурна до Солнца ни много ни мало – полтора миллиарда километров. Потому не стоит ожидать привычных закатов и рассветов. Зато лун на сатурнеанском небе можно обнаружить множество, поскольку мощное магнитное поле планеты в свое время захватило в плен около 30 спутников. Самый большой из них по размеру превосходит Меркурий. Имя малютки – Титан. На этой луне очень холодно – около 180 градусов. Но зато если бы человек решил посетить северный сатурнеанский курорт, то смог бы свободно парить над Титаном, поскольку гравитация на спутнике в семь раз меньше земных показателей. Так что не забудьте захватить складные крылья. Сатурн, хоть и в 95 раз массивнее Земли, имеет плотность меньшую, нежели вода. То есть, утонуть он не способен даже в керосине. Если бы существовала ванна такого немыслимого размера, то гигант беспрепетственно плавал бы в ней. С Земли эту удивительную планету можно увидеть даже в любительский телескоп или бинокль. Она выглядит как яркая перламутровая жемчужина, перечеркнутая поясом колец. Почаще смотрите на небо и проводите время с каналом «Не забудьте поддержать нас лайками» и выразить свое мнение в поле для комментариев. Не ограничивайте себя земными рамками.